Несправедливо всё на свете, Но где же Бог? Зачем молчит? Зачем же терпит он всё это, Ведь на несчастниях жизнь стоит? Такими мыслями терзаясь, По лесу юноша шагал, Вопрос такой понять стараясь, Домой тропинку потерял. Но вдруг на встречу путник Сумка идёт дорогою лесной, И на вопрос «Укажешь путь мне?» Ответил «Да, пойдём со мной». Змеёй в лесу тропинка велась, Скорей до долгожданных дом. Вдруг перед ними появилась Избушка под большим кустом. Хозяин их радушно встретил, И накормил, и напоил, А юноша, добро отметив, О чаши золотой спросил. «О, мне подарок эта чаша От бывшего уже врага, И это символ дружбы нашей, Она мне очень дорога». Хозяин вышел на минутку, А путник вещи все собрал, И вмиг, припрятав чашу в сумку, Вместе с юношей удрал. Спросив потом про супок подлый, Услышал юноша в ответ. «Молчи, мой друг, Пути господни нечеловеческие, нет». К другой избушке Их дорога немного позже привела, Но из неё вдруг голос строгий, Как будто остро игла. «Эй, убирайтесь-ка отсюда, Вам здесь нету ничего, И если жить хотите, люди, Идите с места высего». Хозяин дома их отправил, Но перед тем, как уходить, И вдруг путник чашу там оставил, Решил подарок подарить. «Но ведь несправедливо это, С досадой юноша сказал, Он ведь скорее достоин смерти, А ты ему подарок дал». Но путник наш вздохнул свободно, Уже знакомый дал ответ. «Молчи, мой друг, Пути господни нечеловеческие, нет». Уйдя от злого человека, Ночной дорогой въезд пошли, В избушке старой дровосека Они нашли, к себе нашли. Тот дровосек был беден очень, До шестерых имел детей, Хоть кушать нечего, Но, впрочем, Он принял радость на гостей. Единственным богатством были Любовь да дружба в доме том, А чем уж очень дорожили, Так это был их старый дом. С утра бедишки побежали Крибы к обеду собирать, Хозяйка все белье собрала, Ушла на речку полоскать. В лесу дрова рубит хозяин, Он зарабатывал как мог, А путник, словно злобный каин, Взял спички и их дом поджег. Тут наш герой не смог сдержаться, Да как так можно поступать? Ведь этот дом все их богатство, Зачем им нужно так страдать? Но снова путник наш негодный, Уже знакомый дал ответ. Молчи, мой друг, Пути господни не человеческие, нет. Вот у окраины дороги Стоит избушка над рекой, Хозяин там хоть был и строгий, Но пригласил гостей домой. Хозяин пожилой мужчина, Жену недавно потерял, Одну имел он радость сына, А людям всем не доверял. Как бы то ни было, Гостей хозяин накормил, А сына попросил, чтоб дальше За речку он их проводил. Вот мост, дошли до середины, И путник мальчика позвал. С ним поравнявшись, Что есть силы, толкнул его, И тот упал. Тут наш герой не смог сдержаться, «Да как же так? Кто ты такой? Да сколько ж может продолжаться Несправедливость эта? Стой!» И путник, словно луч весенний, Вдруг ярким светом засиял, И через несколько мгновений Прекрасным ангелом он стал. Потом, взмахнув рукой свободно, Он отвечал, рассеяв свет, «Молчи, мой друг, Пути Господни нечеловеческие, нет. Ты помнишь первый дом и чашу, Хозяин, что имел ее? Так вот, туда был яд подмешан, Ему я жизнь дал за нее. А помнишь злого человека, Который нас тогда прогнал? Ему оставил чашу эту, Он принял то, что сам избрал. В сгоревшем доме, Разгребая золу и пепел, Дровосек тот золото нашел, рыдая, Богатым стал тот человек. А мальчик, что в последнем доме, Как вырос бы, убийцей стал. А так, в предшествие Христова, В число спасенных он попал. Когда отца утешат люди, Добрей намного станет он, И в будущем он тоже будет, Когда отец придет, спасен. Что видишь, то незнанию сродни Не отвергай прозрение свет И помни, что пути Господни нечеловеческие, нет. Так что, мой друг, доверься Богу, Ведь знает он, как повернуть Твою незрачную дорогу На новый чистый светлый путь. Так что ты помни, друг, Сегодня и через много-много лет Воистину пути Господни нечеловеческие, нет.